Всем привет! Сегодня... Сегодня у меня день рождения. Вы, конечно, будете смотреть это видео уже постфактум, то есть пройдет достаточно много времени, но сегодня все за правду, видите, 21 мая, и я сижу и снимаю это видео. И вообще, по плану, у меня сегодня была слегка другая тема, но я решила, что я не хочу делать сегодня какой-то очередной обзор, потому что, во-первых, я хочу, чтобы у меня сегодня был красивый макияж на вечер, потому что мы сегодня с семьей идем праздновать, и тут мне в голову пришла идея, почему бы не побаловать себя и не сделать макияж самой дорогой косметикой, которая только есть у меня в коллекции. Сразу сделаю вам небольшой тизер, самая дорогая это не значит самая лучшая. В процессе того, как мы будем выполнять этот макияж, я буду некоторые вещи комментировать, и надеюсь, что это видео будет для вас еще и полезным, потому что вы посмотрите, как работают все самые дорогущие продукты, и сможете сделать для себя выводы, что легко заменить и купить что-то подешевле, а на что реально стоит потратиться. Ну и, собственно, давайте переходить к этой части видео и начинать делать этот макияж. В качестве базы под тени я всегда использую какой-то консилер, и самый дорогой консилер, который есть у меня в коллекции, это консилер от Cisley, и, честно вам признаться, я никогда его не использовала в качестве базы под тени, потому что, мне кажется, во-первых, сильно жирно в прямом и переносном смысле, а во-вторых, мне кажется, просто этот консилер для этих целей не предназначен. Ну, раз у нас сегодня с вами такой челлендж, то давайте пробовать. И когда я говорила, что сильно жирно, то я имела в виду именно текстуру. Ну и, конечно, не только текстуру, но текстура здесь это основная проблема, потому что все же мне кажется, что в качестве базы этот консилер, знаете, просто взять и перевести хороший продукт, и все равно не получить того, чего ты хочешь. И так как этот консилер очень кремовый, его просто мгновенно нужно закреплять на веках, иначе он очень сильно скатается, и в качестве пудры я буду использовать пудру от Hourglass. Это тоже самая дорогая пудра, которая только у меня есть. Там в составе, по-моему, какая-то бриллиантовая пудра, из-за этого, может, она такая дорогая, я не знаю. Вы знаете, положа руку на сердце, я могу сказать, что консилер Cisley хороший. У него хороший состав, он хорошо работает, он очень свежо выглядит в зоне под глазами на протяжении всего дня, не пересушивает, особо как-то сильно не скатывается, особенно если его закрепить правильно. Настолько ли прекрасен этот консилер, что прям брать на него кредит? Нет, конечно, но если вы готовы потратить такие деньги, то лучше потратьте их на Cisley, потому что, потратив не меньшие деньги, можно купить что-то гораздо хуже, как, например, консилер La Prairie. Но вот что касается вот этой пудры, вы знаете, все-таки Laura Mercier классическая, прозрачная, мне нравится больше. У этой есть какой-то немножко желтоватый оттенок, во-первых, который может выглядеть на коже такими как хлопьями желтоватыми. Ну, не то, чтобы прям, знаете, хлопья висят на вас, а вот если присмотреться, какие-то мелкие такие желтоватые частички есть, и мне кажется, за такую стоимость все-таки должно быть гораздо красивее на лице. Что касается теней, то у меня в коллекции нет каких-то сумасшедших по стоимости теней, типа Наташа Денона, Пэт Маград, но есть достаточно много палеток, которые можно причислить, ну, наверное, к люксовым ценам. И моя самая любимая палетка из этого сегмента, это палетка Dose of Colors, Frankation, и она, мне кажется, сегодня очень хорошо мне подходит, потому что на вечер, скорее всего, я надену такой черный комбинезон, и мне нужно что-то такое темное, но в то же время я не хочу супер темный смокеай, я хочу что-то такое, типа как я делала в видео с Belor Design, то есть вытянутые такие более темные уголки, и в этом, мне кажется, поможет отлично вот этот вот оттенок, но в то же время я не хочу слишком затемнить, ну и, соответственно, буду матовыми оттенками сначала строить форму. С верхним веком я на время закончила, и теперь мне нужно оформить нижнее веко, но перед этим нужно нанести консилер и праймер. Праймер я буду использовать от Anneli, это увлажняющий и разглаживающий праймер, он по совместительству и мой самый любимый, и одновременно самый дорогой из всех праймеров, которые у меня есть, за стоимость, в принципе, этого праймера можно уже приобрести люксовую тональную основу, но я считаю, что этот праймер полностью себя оправдывает, особенно, особенно для тех, у кого сухая кожа, это просто чуть ли не незаменимый продукт, потому что иначе тональные основы могут, во-первых, лежать более сухо, трескаться в морщинах, куда-то западать, ну, это, скажем так, более вероятно, не то, чтобы этот праймер вас вот на сто процентов от этого избавит, нет, но это становится гораздо менее вероятно, если у вас хорошо напитана и увлажнена кожа, плюс состав у этого праймера просто отличный, поэтому это даже своего рода как дополнительный шаг в уходе. Консилер под глазами я буду использовать тот же от Сислей, я поняла, что больше всего я его люблю растушевывать именно пальцем, потом слегка проходиться спонжем и только после этого уже закреплять, тогда получается наилучший результат. Этап со спонжем я делаю, потому что мне кажется, что это убирает все излишки, то есть если я где-то переборщила именно с количеством нанесения, то спонж все это впитает и таким образом гораздо менее опять-таки вероятно, что у меня в конце дня все это скатается, да и не в конце дня, а буквально через час, и снова все это буду закреплять пудрой. Теперь я могу переходить к тушевке на нижнем веке и здесь я подумала, что, наверное, я сделаю какую-то легкую дымку с помощью вот раз, два, три вот этих вот трех матовых оттенков. Ладно, поехали! Не, ну в принципе нельзя сказать, что прям сильно темный макияж, но все равно глаза получились довольно яркими и акцентными. Ладно, я сейчас накрашу ресницы, наклею накладные ресницы, там ничего такого фэнсиш-менси не предполагается, поэтому я сейчас это сделаю и сразу вернусь к вам. Вот после всех этих ресниц и всего прочего, как раз вот то, что я хотела. Такой вот какой-то акцент есть на внешние уголки, но в то же время не весь глаз черный, то есть это не какие-то супер-пупер смокиай, но теперь мне катастрофически не хватает тональной основы, и в качестве тональной основы я буду наносить, наверное, самый дорогой косметический продукт в целом, который только есть у меня в коллекции. И я сейчас говорю о тональной основе от La Mer, это Soft Fluid Longwear Foundation. Опять-таки, стоит ли эта тональная основа того, чтобы продавать за нее почку? Нет, конечно, она того не стоит. И вы знаете, недавно я попробовала PS лифтинг, и вот они очень даже похожи между собой, то, как они в итоге выглядят на лице. То есть это достаточно плотное покрытие, такой как кремовый финиш, немного сияющий в то же время, красиво держится на протяжении дня, как-то гадко она не пересыхает, не заваливается в какие-то морщины. И вот это именно такой вариант, знаете, на выход. Вот сидеть в ресторане при вечернем освещении, тогда кожа выглядит просто безупречно. На фотографиях тоже потрясающе выглядит. Но если вот этим пользоваться днем, мне кажется, будет плотновато. Для дня все-таки я лично предпочитаю более тонкие текстуры, которые, ну, практически не видно, что у вас что-то нанесено. Вот с этим очень легко сделать маску в дневное время. И я, кстати, недавно снова обстригла себе челку, поэтому для того, чтобы нанести сейчас тон, я ее уберу на время. У меня с волосами какая-то вечная неудовлетворенность. То я хочу чуть длиннее, отросли чуть длиннее, я сразу хочу чуть короче. Потом челка меня задолбала, я ее решила отращивать. Потом что-то походила без челки, посмотрела на свои старые видео, решила, что мне челка больше нравится. Короче. И, кстати, прошу меня извинить, оттенок мне этот 100% сейчас не подойдет. Он будет для меня слишком темным. Ну, чё, буду загорелой. И я хочу действительно такое тоненькое покрытие сделать. В плане именно толщины. Потому что все равно эта тональная основа в плане перекрывающей именно способности достаточно плотная. Но вот именно слой хочется сделать тоненький. И так как оттенок мне сейчас не подходит, то, конечно же, мне нужно будет спускаться и на шею. В последнее время моя самая любимая часть нанесения косметики это бронзер и хайлайтер. Особенно, если эти продукты мне нравятся. И они исполняют именно то, что я задумала. Там, то ли это эффект какого-то легкого загара, то ли это просто какие-то светотени. Что же касается самого дорогого продукта в этой категории, то это, наверное, палетка от Charlotte Tilbury, которая называется Film Star Bronze and Glow. Я наконец-то раскошелилась и купила оригинальную именно палетку, которую я пыталась долгое время заменить палеткой от Makeup Revolution Renaissance Glow. Но вы знаете, ирония судьбы в том, что вот эта штука безумно дорогая, но в то же время, мне кажется, Revolution мне нравилась больше. Вот не знаю, у меня были какие-то такие ожидания, даже ожидания ища. Потому что ее хвалят абсолютно все, абсолютно всем она нравится. и я не могу сказать, что она мне не нравится. Но в то же время я к ней как-то как будто привыкала. То есть я вот смотрю на себя в зеркало, потом, когда уже все нанесено, ну, вроде красиво. Но в то же время нет какой-то вот этой вот моментальной химии у меня с ней, да, моментальных чувств вот этих вот. Мне кажется, в основном у меня к ней претензии, потому что очень полупрозрачные слои. То есть, в принципе, к этому даже не придраться, потому что я уверена, что многим это понравится. Кстати, сейчас буду наносить сторону с хайлайтером. И мне, кстати, нравится сначала наносить хайлайтер, а потом бронзер. Из этой палетки вот наоборот мне нравится меньше. Так вот, о чем я говорила. То есть, слои получаются действительно такие полупрозрачные. И можно наслоить от совсем еле-еле чего-то заметного до уже такого более-менее внятного. И еще один момент, который меня слегка напрягает в этой палетке, это то, что хайлайтер здесь достаточно ярко-желтый. Он ни в коем случае не прям золотистый, но он вот с таким вот хорошим, таким желтоватым подтоном, в то время как бронзер с красноватым, таким с розоватым подтоном. И вот как-то оно вместе, что-то мне как-то не того. В то же время, знаете, какой плюс у этой продукции? Это то, что ее можно втушевать так, что, в принципе, абсолютно не изменяется текстура лица. Есть огромное количество и хайлайтеров, и бронзеров, которые как-то добавляют какую-то лишнюю текстуру на лицо, в то время как вот эти, в принципе, из-за того, что такие тонкие слои, то достаточно сложно сделать какие-то бугры у себя на лице, именно некрасивые. Ну вот, это хайлайтер. Уверена, сейчас большинство из вас скажет, что это красиво, и я не говорю, что некрасиво, просто как-то вот эта стоимость, плюс, учитывая то, что я попробовала аналог от Revolution, вот сейчас у меня этот пазл никак не сходится. И сейчас буду наносить бронзер, и его я люблю наносить вот такими вот похлопывающими движениями. Ну вот, смотрите, я нанесла один слой, и да, моя скула появилась, но в то же время мне этого недостаточно. Для дня, вот если бы не были такие яркие глаза, я бы запросто могла бы на этом остановиться, но для вечера мне хочется еще наслаивать, и вот этот момент наслоения меня больше всего, наверное, напрягает в этой палетке, хотя уверена, что многим это наоборот понравится. У меня такое впечатление, что как только я ее распробую, мы с ней выстроим такие более-менее прочные отношения, я даже смогу сказать, что я ее полюбила, она меня к тому моменту бросит тем, что она закончится. Мы с вами уже почти у цели, и сейчас мне нужно сделать брови. И с бровей у меня особо нет какой-то супердорогой косметики, потому что я люблю карандаши для бровей, и тратить деньги на какие-то карандаши суперпремиум класса, ну, я считаю это излишком. Поэтому самое дорогое, что у меня есть, это карандаш от Anastasia Beverly Hills Brow Wiz, и оттенок у меня Medium Brown. Сейчас я не буду вас этим утомлять, быстро сделаю брови и вернусь к вам. И последнее, что мне осталось, это губы. Изначально план был таков, я думала, что глаза у меня будут не слишком акцентными, поэтому я сделаю ярко-красные губы, и поэтому я приготовила для вас помаду от Jeffree Star в оттенке Rich Blood. Мне очень нравится эта помада, но главным образом из-за своего оттенка, потому что это такой металлик, но в то же время не дешевский такой металлик, а именно более празднично это выглядит на губах. Но вот что-то я подумала, что вот я сейчас смотрю на этот макияж и прикладываю вот эту вот помаду, мне кажется, немножко перебор. То есть, получается, два акцента на лице, поэтому на вечер я 100% сменю цвет губ на что-то более нюдовое, но сейчас все-таки хочу нанести эту помаду, для того, чтобы просто вам ее продемонстрировать. И, кстати, да, из всех помад, которыми я пользуюсь, Jeffree Star, наверное, вот я сейчас смотрю, это, наверное, самая дорогая моя помада. Я недавно избавилась от очень большого количества косметики, и из того, от чего я избавилась, там, наверное, самая дорогая была помада от YSL. Но вот как-то я тоже почему-то не люблю на помады сильно много денег тратить, наверное, потому что они очень быстро портятся. Обычно это, ну, полгода, может быть, немножко больше, и они уже начинают как-то так странновато себя вести. Да и, в принципе, хочется чего-то нового. То есть, одной помадой я никогда не крашу губы постоянно, вот чтобы прям каждый день, изо дня в день, одним и тем же оттенком красить губы. Поэтому для меня это как-то никогда не было актуально. Единственное, у меня вот эта помада реально зацепила своим оттенком. Но перед тем, как я ее буду наносить, мне нужно сделать контур губ. И здесь, пожалуйста, простите меня, но я буду использовать свой обычный карандаш Colourpop. У меня вообще ничего дорогого, по-моему, нет. Самый дорогой карандаш, который у меня есть, по-моему, от Gouche. Короче, ладно, если что, вы этого не видели. Ну и вот, видите, мне главным образом в ней нравится то, что она вроде бы как и матовая, но в то же время у нее есть какой-то вот этот металлический легкий перелив, который делает ее даже дороже на вид. Мне очень нравится эта помада, как раз-таки для каких-то вот таких вот случаев. Ну вот и все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. В заключение я хочу сказать, что, вы знаете, я никогда не считала, что дорогой равно качественный. То есть эта формула не всегда работает. Конечно, бывают продукты, за которые стоит отдать немножко больше денег, потому что они реально хороши. Но очень часто такое бывает, что наоборот, мы тратим деньги, разочаровываемся. Поэтому ни в коем случае не стоит зацикливаться на каких-то конкретных брендах, будь то профкосметика, премиум косметика, люкс косметика. Это абсолютно не важно. Самое главное, находить удачные продукты в разных ценовых категориях, и тогда ваш макияж 100% будет классным. Огромное вам спасибо за то, что составили мне компанию в мой день рождения. Хоть сейчас вы это смотрите гораздо позже, но все равно для меня, все равно вот сейчас, когда я снимаю это видео, это мой настоящий день рождения. И мне очень приятно было разделить какую-то его часть с вами. Хотя я в действительности сижу и разговариваю просто с камерой, но в то же время, я когда смотрю в объектив, мне кажется, что я вижу вас, или скорее даже чувствую просто вас, чувствую, чтобы вы мне ответили на какие-то мои вопросы, как вы прокомментировали некоторые вещи. В общем-то, спасибо вам огромное за то, что вы смотрите мои видео, за то, что поддерживаете мой канал. Я очень благодарна абсолютно всем, и тем, кто подписался на меня сегодня, и те, кто годами уже на моем канале. Я вас действительно очень сильно ценю, и надеюсь, что мой контент не будет вас разочаровывать, поэтому мы еще много-много лет с вами проведем вместе. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую конку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, то сейчас вот можете как раз и посмотреть. А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.